Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от Неницкого округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Знаю, что в мае, в конце мая вы принимали участие в заседании постоянного комитета парламентариев Арктического региона. Расскажите, где оно проходило, кто принимал участие еще, какие вопросы обсуждались? Значит, совещание это было в Оттаве, в Канаде, 24 мая. Наша делегация, я был от Государственной Думы и сенатор от Совета Федерации. Там встречались парламентарии государства Арктического региона. Практически все 8 государств арктических были представлены парламентариями. Я впервые столкнулся с американской делегацией, она была полноценной, полновесной. Очень большая делегация была от Соединенных Штатов Америки, ну там рядышком, абсолютно час лететь, наверное, со Штатов в Канаду. И, на мой взгляд, состоялся такой очень полезный разговор для российской стороны. Во-первых, я еще раз получил такой опыт международного общения с нашими коллегами, зарубежными коллегами и пообщался напрямую с американцами. И я думаю, что для российской делегации и для России эта встреча была очень полезна. Ну, вопросов было много на самом деле в обсуждении, но я бы отметил, наверное, 2-3, которые такие наиболее острыми были. Ну, прежде всего, мы сняли вопрос по военной безопасности, они включили в повестку дня вопрос военной безопасности Арктики, они обвиняют нас, что мы милитаризация, вооружаемся в Арктике, и спасибо руководителю этого комитета, председателю комитета парламентариев этих государств о том, что нам удалось это снять вопрос. Почему? Потому что военная безопасность не является предметом обсуждения парламентариев на таком форуме. Тут должны обсуждать специалисты военные. Это должны встречаться руководители генеральных штабов, эту ситуацию обсуждать. Это не наша тематика. Ну, хорошо, этот вопрос был снят, а ещё два момента. Первое – это итоги встречи наших министров иностранных дел в Раванееме, когда встречался Лавров и все министры иностранных дел, и расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Вот это те темы, которые нас очень волнуют и беспокоят. И если говорить по встрече министров иностранных дел, то впервые за 23 года, впервые не была подписана декларация о намерениях по итогам этой встречи, причём заблокировала её делегация Соединённых Штатов Америки. И вот нужно было видеть на этой встрече уже вот в Оттаве, напрямую, даже не наша российская сторона, а Исландия, Дания, Швеция задавали вопрос представителям Соединённых Штатов Америки, значит, почему вы её не подписали, в чём причина, что вам мешало, что беспокоило. Ну, они уходили в то, что какая разница, зачем декларация, мы ограничились только заявлением министров иностранных дел, что это одно и то же, значит, ничего подобного. Значит, юрист на первом курсе учебного заведения знает, что разница между декларацией и заявлением очень существенная на самом деле. И здесь впервые, наверное, я почувствовал уже настрой наших коллег иностранных государств в Соединённых Штатах Америки. Сначала они вышли из Парижского соглашения, теперь они подписали декларацию о встрече с министром, ну и так далее. И по итогам сенатор Соединённых Штатов Америки Лиза Маклавский заявила о том, что вот очень полезно нам встречаться, полезно нам общаться, глядеть друг в другу в глаза, и мы для себя тоже делаем определённые выводы из наших дискуссий. Вот это радует, это радует. И она постоянно называла, обращалась, часто апеллировала к нашей делегации, к российской, говорила о том, что наши российские друзья, наши российские коллеги, очень уважительно, меня это немножко удивило, приятно удивило. Это что касается первого вопроса, а второго – это расширение континентального шельфа. Ну вы знаете о том, что мы в 2000 году практически первые, наверное, подали заявку на расширение континентального шельфа, то есть границы сухопутные расширили, Российской Федерации, пытались их расширить. В Ледовитом океане речь идёт о хребет Ломоносова и Менделеева. Но, значит, рассмотрела комиссия, там сидят 28, по-моему, экспертов, специалисты, причём специалисты очень высокого уровня, самых разных государств. И она была, был сделан вывод при первичном рассмотрении, что недостаточно это всё просчитано с точки зрения науки, практики. И мы сейчас вновь, значит, доработали все эти материалы. Вот ушло в 2015 году, в 2016 мы вновь внесли свою заявку на расширение нашего континентального шельфа, вот по этим, по Ломоносову, по Менделееву. Она принята. И на сегодня у нас внесены ещё заявки двух государств. Это Дания и Канада. Вы знаете о том, что с Норвегией, с Норвегией у нас как раз разграничены эти границы. Но, правда, было ещё при Ельцине и Горбачёве, и моя, может, субъективная, это личная точка зрения, но, тем не менее, разграничение такое сделано с Норвегией по континентальному шельфу. Мы разграничили это всё. Ну, я считаю, что можно было бы в лучшую сторону с точки зрения для Российской Федерации. А здесь у нас получилась накладка «Дания, Канада и Россия». Есть небольшой участок, где идёт наслоение вот этих территорий, которые мы считаем как бы своими, продолжение суши. И вот по этим наслоениям, вот тот участок, который мы претендуем, эти три государства, у нас идёт очень плотная беседа. Мы там отдельно встречались по этой тематике. И нужно отметить, что Канада, кстати, у нас есть понимание. Я думаю, что здесь мы можем договориться. Кстати, с 2014 года у нас прекращены со стороны Канады все отношения с Российской Федерацией. После ситуации в Крыме, на Украине, они прекратили нашу межправительственную экономическую комиссию, прекратила работать, которая очень плотно работала, и так это продуктивно. И прекращены все парламентские контакты между двумя государствами. И мы здесь, наверное, впервые, встречаясь с ними, обсудили вот те проблемы, где мы сходимся в понятиях, и там, где мы не друг друга, ну, скажем так, не понимаем. У нас была отдельная встреча с генеральным директором по Арктике, Европейской Европе, Евроазии, Элисон Леклер. Очень предметный был разговор, продолжительный. И мы как раз все точки зрения обозначили, как канадская сторона, так и российская. Совпадает у нас точки зрения по континентальному шельфу, я думаю, что мы можем найти общий язык, и в том числе использовать для Российской Федерации. Совпадает у нас точка зрения по северно-западному проходу, канадский проход, так называемый, у нас северно-морской путь, а у них там по северам именно проход со стороны Канады. И там Соединенные Штаты Америки заявили, что Канада там нелегитимна во всех этих движениях по этому проходу. Здесь мы поддерживаем канадскую сторону, здесь наши точки зрения сходятся. Кроме того, а вот где мы не сошлись, в позициях это по Крыму и Украине, у них легализована марихуама в Канаде, мы тоже не можем это принять, и по однополым бракам. То есть вот тут, на мой взгляд, состоялся такой очень полноценный, полезный разговор. Мы договорились о том, что в самое ближайшее время мы проведем ряд таких общественных мероприятий в Санкт-Петербурге, одно из них, в России, в Канаде, и попытаемся вот эти отношения возобновить. По крайней мере, такие намерения прозвучали со стороны канадской стороны. Мы всегда готовы к диалогу. И вот еще раз подчеркну, что, на мой взгляд, несмотря на такой дальний перелет через Атлантику, наверное, впервые у нас состоялся такой очень предметный, конструктивный разговор, полезный, на мой взгляд, когда мы напрямую друг друга, глядя в глаза, сказали о ситуации, что нас волнует, беспокоит, и договорились о следующих контактах. Вот, наверное, общий такой итог встречи этих парламентариев, арктических, в Канаде. Сергей Николаевич, 30 мая на пленарном заседании Госдумы был заслушан доклад руководителя Центробанка. На что он обратил внимание, насколько наше население закредитовано, насколько острая стоит эта проблема? Действительно, у нас состоялся вот такое заслушивание руководителя Центробанка Российской Федерации, Набиулиной Эльвиры Сахибзадовны. И, опять же, впервые, наверное, практически целый день у нас было такое обсуждение проблематик, связанное в целом с Центральным банком, с банковской системой, с финансовой системой, устойчивость рубля, закредитованность, национальная платёжная система. То есть, вот те вопросы, которые сегодня волнуют жителей Российской Федерации, депутатов Государственной Думы, а значит, жителей, ну, в том числе, Нинскоавтономного округа. То есть, те вопросы, которые нам задают жители, мы попытались задать непосредственно руководителю Центрального банка. Предварительно она встретилась с руководителями, не с руководителями, а со всеми фракциями в Государственной Думе. Мы очень долго встречались, предварительно ещё обсуждали, когда встречались наши фракции, Единая Россия в Государственной Думе. И попробую систематизировать вот в целом этот разговор, этот отчёт, в итоге самое главное, наверное, то, что мы пришли к выводу, что то постановление, которое было подготовлено по итогам заслушивания, руководитель Центрального банка, мы приняли только за основу. Принято решение создать рабочую группу и совместно с Центробанком, с экспертами, с ведущими российскими, проработать вопросы, которые волнуют жителей Российской Федерации. Я сейчас коротко о них обозначу. Ну, прежде всего, были обозначены такие цифры, статистика по Российской Федерации. В целом, она как бы неплохая на самом деле. Кстати, мы впервые доход Российской Федерации, нашего государства, вот 1 мая превысил 20 триллионов рублей. В 2000 году он всего был 1 триллион рублей. Это существенная очень цифра, действительно, обнадеживающая очень. Мы впервые вышли на уровень по золотовалютным запасам 491 миллиард долларов США. Мы стремились к 500, мы практически к этой цифре подошли. Причем существенную часть мы ушли от доллара, уходим от доллара, от американского, не привязываемся к нему, за то, что критиковали часто правительства. Если в прошлом году 22%, как бы 45% было, то сейчас всего 22%. Мы в два раза сократили в долларах, увеличили в юанях, увеличили в золоте. И сегодня золотовалютный запас у нас очень существенный на самом деле. По инфляции. Если в 2017 году мы были под 2% инфляции, то в 2018 год у нас по 4,3% инфляции. А вот сейчас мы вышли на 5,2% инфляции в Российской Федерации. То есть, произошел скачок неожиданный. Мы его ожидали, правда. Это скачок, думали, что он будет выше. Но есть мнение, что мы стабилизировали критическую отметку, мы прошли по инфляции. Сейчас, к 2020 году, в первой половине 2020 года, инфляция должна привести к цифре 24%, то, что как бы было запланировано. Но вопросов было много, как бы идет, действительно, деньги есть, нефть у нас приличная цена за баррель, доходы растут. Вопросы задавали, а где рост экономики? Почему все-таки мы не ощущаем сегодня вот такого роста экономики, как в европейских государствах, когда-то же Индия, Индонезия, ну, я уже не говорю про Китай, Соединенные Штаты Америки, и где реальные доходы населения? Вот то, что волнует, президент поставил задачу в ближайшие пять лет, значит, бедность у нас в два раза сократить, и мы должны выйти в пятерку ведущих экономик мира. Но пока до этих показателей далеко. По крайней мере, по реальным доходам, по реальным доходам населения, мы не ощущаем, что они растут. И вот здесь было больше всего вопросов. Где мы не срабатываем? Где мы упускаем? Что мы где-то не видим? Почему в той же Индонезии, там, в развитых странах, развивающихся, идет рост экономики, здесь все есть, как бы уже мы отошли уже от этих санкций? Да, санкции есть, но это мы все уже пройдены, неоднократно говорили, ведь нам что? Нам уже ничего не угрожает на самом деле. Поэтому здесь, ну, в принципе, банк работает достаточно активно. Центробанк, он действительно торпедирует вот эту инфляцию, не позволяет ей, это самое, выходить за пределы установленных требований, поскольку вот инфляция напрямую имеет место рост экономики. Вот в этой ситуации действительно, вот здесь, наверное, самые были больные вопросы, которые было непросто руководителю Центрального банка на них отвечать. И самое главное то, что мы видим, что идет чистка банков, закрываются банки по Югре, к примеру. У нас вот когда мы идем на пленарном заседании, там с плакатами люди стоят, значит, решить вопрос по дольщикам. Ладно, там у нас вот на сегодня 99%, порядка 99% по вкладам, они все застрахованы. Это 1,4 млн рублей во многих банках Российской Федерации. На некоторые люди вкладывали деньги, у кого-то больше 1,4 млн, а кто-то продает там квартиры, там недвижимость какую-то продали. И получается, что они потеряли вот эти суммы. Так вот, если говорить по Югре, по той же, по Югре, то три человека всего лишь взяли кредиты, миллиардные кредиты взяли, вывели их за границу, и сами, кстати, находятся за границей. И отследить, где эти деньги, вернуть их обратно, чтобы вернуть долг народу, по тем же, которые деньги вложены в этот банк, практически невозможно, сегодня законодательство этого не позволяет. Поэтому я и говорю, что эта рабочая группа должна проработать вопросы, что этот человек, он должен быть задержан на границе. И вот те деньги, которые они выводят, и это, кстати, явление такое довольно-таки распространённое, а страдают от этого обычные люди. Поэтому если инициатива банк взял политику на чистку банков, он действительно как бы фиксирует вот те банки, которые недобросовестные, которые работают, действительно выводится капитал за границу. Кстати, приводилась цифра, что вытекает капитал за границу. Ничего подобного. На самом деле, наоборот, он снизился. Оппозиция выступала, говорила о том, что идёт рост всё-таки вывода капиталов. Нет, преграды ставятся, но сегодня законодательство, и в федеральное, прежде всего, не позволяет вот этих людей отслеживать вовремя. И самое главное, эти деньги вернуть обратно. Это практически невозможно. Эти лазейки существуют, их надо закрывать. И здесь вот это лобби, оно чувствуется, оно прямо вот просматривается. Я думаю, что в самое ближайшее время эта рабочая группа, в общем-то, наверное, какие-то сделает. Вы сказали по закредитованности. Действительно, этот вопрос волнует. Встречаясь с жителями, ведь, по сути дела, народ берёт кредиты. Ладно, берёт кредиты, там, невюжность покупает, там, машину покупает. Но иногда люди и вынуждены брать кредиты просто для того, чтобы на пропитании детям в школу что-то купить и взять. Действительно имеет это место. Но закредитованность, если смотреть по Росстату, на сегодня в целом, если всех жителей Российской Федерации взять, то это 10% жителей сегодня взяли кредиты. Но среди тех, кто взял кредиты, 44% за кредит. То есть это уже существенная цифра. 44% своих доходов они отдают в качестве процентов и погашения кредита. Это уже цифра напрягает. Напрягает эта цифра в целом по РФ. Сейчас 10% – это как бы ничего, то 44% – это уже существенно. Поэтому здесь то, как ставка, ключевая ставка, она сегодня действительно высокая. И для того, чтобы малый бизнес развивать, и для того, чтобы взять какие-то деньги на покупку недвижимости и прочее, это очень высокая ставка. Если взять те же европейские государства, даже развивающие страны взять. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы снизили ключевую ставку, чтобы мы могли брать проценты. Мы сейчас идём на сельское хозяйство, разрабатываем программу по развитию сельских территорий. Там мы ставим вопрос о том, чтобы по 3%. Под 6% у нас там многодетные семьи. Отдельным контегорием мы сейчас делаем вот эти льготы, наверное. А основная масса, к сожалению, кредиты приходится брать, проценты очень высокие. По криптовалюте было очень много вопросов. Как мы с вами обсуждали перед нашим разговором. То есть криптовалюта вообще... Наша точка зрения, как обозначил руководитель Центробанка, мы бы как бы вообще ушли бы от неё. Понятно, новые технологии, очень быстрые расчёты по криптовалюте. Но, как правило, это теневая экономика. Это в тень. Деньги уходят, выводятся деньги. Это нечестные деньги. И всего в мире порядка 250 миллиардов долларов крутится по криптовалюте. И однозначно наша точка зрения, Российская Федерация, о том, чтобы криптовалюту быть очень внимательно осторожным. Очень внимательно в этом плане. Мы говорили в целом по сбережениям, по Сбербанкам на селе. Задавали вопросы, мы, в общем-то, уходим, вроде бы, век, 21 век на дворе. А, к сожалению, у нас не всегда ещё можно снять деньги в том же банкомате, в населённых пунктах. Не всегда ещё интернет качественно срабатывает. Такое ощущение, что вот на Луне где-то находится... На разном плане. Когда мы задаём эти вопросы, а почему это так происходит? Давайте мы как бы... Центробанк должен регулировать эту политику. Он должен вмешиваться в эту политику с тем, чтобы у нас на селе люди могли снимать эти деньги. А те, кто, допустим, не имеет возможности, они должны пользоваться ещё и наличностью. По нашей национальной платёжи от карта МИР, она, кстати, очень неплохо идёт, только за прошлый год в шесть раз увеличилась пользование этой карты. Некоторые государства стали её принимать, наша карта. Пока что бюджетники в основном пользуются. Но то, что сделал шаг Центробанк, прежде всего, эта карта МИР, то, что мы её сделали, эту карту, мы защитили в значительной степени. Мы защитили себя цело от мирового влияния, от этих санкций. Потому что, по сути дела, это всё было ненадёжно, скажем так. Здесь наша платёжная национальная система, которая очень уверенно внедряется, и всё больше и больше она признаётся в мире. И вот этих вопросов, которые были заданы руководителям Центрального банка, было множество. Мы можем говорить в течение двух-трёх часов, поскольку целый день мы всё это обсуждали. И я пришёл к выводу, что вот та рабочая группа, которая была создана по итогам заслушивания Центрального банка, я думаю, что те вопросы, которые волнуют жителей Российской Федерации, они обязательно будут внесены в постановление. И там, кстати, будет предоставлена возможность сохранения не только 1,4 млн, а большей суммы. Да, понятно, не всех, а только тех, кто, допустим, недвижимость продали или ещё что-то, или временно у них там появились деньги, получили какой-то материнский, ещё что-то, наследство появилось какое-то. То есть будет предоставлена возможность увеличивать вот эту застрахованную часть банки. И самое главное, самое главное, в законодательство, в федеральное законодательство будут предоставлены меры, направленные на пресечение вывода средств за рубеж, задержание этих лиц, чтобы они не имели возможности скрыться, а привлечены были к уголовной ответственности. Обязательно введение уголовной ответственности, причём очень строгой уголовной ответственности, жёсткой, для того, чтобы эти люди получили должное наказание, и что было неповадно другим. То есть вопросов очень много. Центробанка на самом деле очень многое зависит в целом в экономике в Российской Федерации. И я думаю, что этот разговор состоялся очень полезным. Я думаю, в итоге в самое ближайшее время мы увидим вот эти новшества, которые будут вместены в федеральное законодательство. Сергей Николаевич, прошлая встреча с вами состоялась месяц назад. Что произошло в законодательстве за это время? Какие, может быть, законопроекты были приняты до нового? Произошло очень многое. Ну, прежде всего, то, что задавали вопросы мне жители округа. Вот я выезжал где-то месяца 2-3 назад по населенным пунктам, по Печорью, и жители задавали вопрос по надбавке пенсии для жителей села. Это 25% надбавка пенсии, те, кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет и живет на селе. Очень было вопрос о том, что многие категории выпали из этого списка. Работали на селе, они занимали обеспечивающие должности для тех, кто работал в сельском хозяйстве, и в результате они этой надбавки не получили. В результате сейчас идет общественное обсуждение. Эти поправки внесены, у нас были проведены парламентские слушания. Все проблемы и боли, которые говорили жители села, не только мне, а депутатов с других регионов, на мой взгляд, они услышаны правительством, и в самое ближайшее время будут внесены изменения, и уже тот перечень жителей села, которые работали на сельском, плюс они занимали обеспечивающие должности, они получат вот эту надбавку 25% к пенсии. Это на самом деле очень серьезно, я думаю, что мы это вскоре времени увидим, и я был готов вам доложить, какие изменения в этом плане произошли. Много было дискуссий по поводу пьяных водителей. Это трагедия на самом деле, нам дали статистику, я готов ее привести жителям округа, рассказать то, что творят пьяные водители за рулем. Только по прошлому году было убито пьяным водителем пять тысяч жителей Российской Федерации, из них тысячи – это дети. Поэтому как еще повлиять на то, чтобы они не садились за руль, когда выпьют, ну, не знаю. Было принято решение, непростое решение, когда пьяный водитель будет привлекаться к уголовной ответственности, до 15 лет лишения свободы, и машина будет орудием убийства. Тут с точки зрения экспрутенции можно спорить, но если ты выпил, не садись за руль. Все, близко к машине даже не подходи. Потому что вот те убийства, которые творятся на дорогах в Российской Федерации, они на самом деле очень волнуют и беспокоят. Я думаю, что вот иногда получаешь там по сетям вопросы, пишут, мол, с кем вы советовались, а советовались ли вы с кем-нибудь, когда принимаете такие проекты законов, советуемся. Понятно, что я не могу там и любой депутат, не только Коткин, не может по всем вопросам просоветовать, поскольку их тысячи у нас на рассмотрении. Но по ключевым вопросам, даже не по ключевым, по всем у нас идет очень такой полезный деловой разговор с экспертами. Экспертами российского уровня. А если не экспертами, может, в нашем комитете по проблемам северо-оригиональной политики есть список экспертов, очень профессиональных людей, уважаемых в Российской Федерации, с которыми мы советуемся. По любому вопросу мы им приглашаем, они готовят развернутые справки, аналитические документы и говорят свое мнение. Если идет разговор по пьяным водителям, значит, мы беседуем с УВД, со специалистами, понятно, не со всеми жителями. Здесь только, когда я выступаю на телевидении, я могу вам рассказать вот это все. А по каждому проекту законов, когда у нас региональная неделя, мы встречаемся с профессионалами и с ними советуемся. С тем, чтобы не наделать глупости и внести изменения, когда в первом чтении проект закона принят, между первым и вторым у меня есть возможность снести поправки. И, кстати, многие поправки проходят. У меня где-то порядка, наверное, уже за три десятка поправок, которые внесены в Государственной Думе и которые приняты на самом деле. Они как раз, вот эти поправки идут от специалистов, от жителей округа. Поэтому вот такой закон принят, я думаю, что это правильно. Я думаю, что правильно. Водитель, в результате которого пострадал человек, да, и водитель скрылся, он будет приравниваться, то есть он, также наказание будет для него 15 лет. Да, он будет приравниться к убийце. Если он пьяным за рулем, убил человека. Какие еще были изменения? Ну, подачи на месте вопросов было много, продлились до 22-го года. Очень проблемные вопросы, о котором я, наверное, все время говорю, может, меня жители простят, что я все время одно и то же, по доступности транспорта в Арктике. Мы сейчас приняли, мы на комитете, я предложил на нашем, отдельно заслушать министра транспорта на нашем профильном комитете с конкретными докладами, с подробными докладами по ситуации в авиации, транспорт, не только авиации, в целом по транспорту в условиях Крайнего Севера по равнинам местности. Этот вопрос очень болезненный. У нас недавно, мы, кстати, заслушали генерального прокурора Чайку, тоже вот на это регионально, в этом месяце, и у него значительная часть доклада у генерального прокурора была посвящена именно транспортной безопасности, в том числе авиационной. Те цифры, которые он назвал, они, в общем-то, так убивают немножко. Порядка, я сейчас, может, ошибусь, но ошибусь в единицах, где-то порядка 500 человек лишены прав вождения воздушного судна, порядка 500 человек только. Около там 400-450 отстранены были от полётов. Очень много вопросов по воздушным судам на самом деле. Та программа, которая по авиации, она не выполняется. Нас волнует, беспокоит развитие малой авиации, то, о чём я всегда говорю, замену самолёту Ан-2. И поэтому вот этот комплекс вопросов мы вынесем на рассмотрение комитета. Понятно, что с конкретными реальными резолюциями, предложениями, но, по крайней мере, мы увидим общую картину в целом по авиационной безопасности. Кроме того, мы по развитию туризма в Арктике. Такое интересное направление, нужное, полезное, но, к сожалению, мы столкнулись с фактом, что иностранные суда морские у нас не могут зайти в наши территориальные воды и высадить пассажиров на наших островах, поскольку закрытые. И вот мы сейчас приняли закон о том, что по ряду направлений в наших территориальных водах морские суда, туристические, иностранные суда будут иметь право захода, разгрузки, пассажиров, чтобы нам развивать туризм в нашей Арктике. очень вопрос проблемный по 44-му федеральному закону. Это по закупкам, по услугам, по работе. Очень болезненно это знают наши все муниципалы, государственные служащие, поскольку постоянно с этим сталкиваются, много мы вносили поправок, наверное, не проходит и месяца, чтобы мы не внесли бы поправку в этот федеральный закон. И сейчас мы такую реанимацию ему, чистку сделали очень подробную, внесено порядка 120 поправок в федеральный закон. Он существенно изменен, существенно изменен. Я думаю, что он значительно облегчит работу наших территориалов, наших государств, муниципального образования с точки зрения его упрощения. Посмотрим, как он сейчас будет работать, потому что мы постоянно мониторим эту ситуацию. Если будут какие-то предложения, значит, дальше в этом плане будет работать. Ко мне обращались, когда шел на выборную кампанию, еще наши депутаты поселковые населенных пунктов, что заполнить декларацию для них очень проблемно. Связь работает плохо, интернет неустойчив. Для того, чтобы запросить какую-то справку по итогам года за полную декларацию, очень непросто. Причем и какие там у них доходы, что-то мне приобретает. Поэтому сейчас мы это очень существенно упростили, в том плане, что он заполняет декларацию только когда идет на выборы один раз, выбирается. Затем, если у него только приобретает какую-то недвижимость, какие-то акции, скупает, только в этом случае он заполняет декларацию. А иначе он ограничивается просто докладной запиской на главу региона, на губернатора с тем, что у него никаких покупок не было. То есть это, я думаю, что вот такое. Хотели мы полностью отменить декларации для депутатов поселковых, но, к сожалению, не получилось. Многие, кстати, не идут в депутаты только потому, что нужно заполнять. Это такая беда, это такая проблема. Да не дай бог, ты еще упустишь один или два рубля, не учел где-то там на каком-то счету. Вот. Или что-то приобрел и упустил, не дай бог. Вплоть до отстранения там депутатства и прочее. Такие факты есть. Но еще, кроме того, когда они задавали такие проблемы, мы когда в целом посмотрели по Российской Федерации, то, в общем-то, это не столь актуально оказывается. Потому что только по прошлому году всего лишь 56 человек были проблемы, не заполнили декларацию, по России и по всей среди поселковых советов. Но все равно проблема есть, потому что это говорит о том, что ее по большому счету проблемы нет, но и говорит о том, что люди у нас ответственные, ее заполняют, эту декларацию. Поэтому мы сейчас все это упростили. По НДС нулевую ставку налога на добавленную стоимость по авиации, по региональной авиации было 10%. Сейчас мы сделали нулевую ставку НДС по региональным полетам. Я думаю, что попроще сейчас вздохнет наше авиационное предприятие. Правда, там идет субсидирование со стороны окружного бюджета. Значит, окружному бюджету будет попроще, поскольку нулевая ставка. И вот по лекарствам, жизневажным, необходимым, ряд изменений, если очень полезных, очень важных, с точки зрения тех предприятий, которые выпускают, эти лекарства, это не те 18 тысяч, там где-то порядка 700, 800 жизневажных, необходимых, с точки зрения контроля за ценой. Дали право федеральной антимонопольной службе контролировать по ценам. Еще ряд моментов, которые... В общем, много, много изменений. Могу говорить очень долго в целом по те изменения, которые были внесены в федеральное законодательство. Вот. И еще раз подчеркну, что то, что волнует, то, что беспокоит жителей Российской Федерации, жителей Нинецкоавтономного округа по возможности пытаемся вносить поправками в федеральное законодательство и менять его, приземляя его к реалиям, к жизненным реалиям. Сергей Николаевич, сейчас проходит региональная неделя. Какие у вас планы на нее? С кем планируете встретиться? Может быть, какие-то предприятия? Значит, у меня... Во-первых, сегодня я встречаюсь с молодежью после нашей передачи. Потом надо встретиться мне с нашим первичным отделением партийными, нашей большой партией Диной России, с первичками пообщаться, обсудить те вопросы, которые нас волнуют и беспокоят. И прежде всего задача, самая главная, наверное, это то, что разрабатывается программа по развитию сельских территорий. Это то, что всегда волновало. Кстати, Наталья Александровна Кордакова, когда я встречался с депутатским корпусом с нашим, она вот постоянно этот вопрос задавала. Мы его, в свою очередь, задавали на большой фракции при встрече с правительством, докладывали председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину. И сейчас принято решение, эта программа по развитию сельских территорий развивает. То, о чем мы говорили по доступу интернета, по сети, да по всему, что угодно. Все, что связано с селом. Все, что связано с селом, надо, безусловно, менять. Я уже не один раз говорил, что все деньги, которые на село закладываются, они в самых различных программах. Целевые, государственные программы. Проследить невозможно, насколько эффективно работает то или иное министерство. Сейчас все это будет выведено, все это будет выведено в единую программу, и мы можем увидеть, проследить, насколько эффективно расходуются те деньги, которые закладываются на развитие села. А деньги будут там на самом деле очень существенны. И сейчас наша задача здесь мне обсудить с жителями округа, проговорить, что их волнует, что беспокоит, на что направить эти деньги, какие суммы это будут в целом по регионам. Ну и хотелось бы, чтобы эта программа была не только программой, а национальным проектом. Поскольку мы пошли по пути национальных проектов, и нам очень важно, очень важно, чтобы был еще один национальный проект, 12-й, это развитие сельских территорий и села. То, что нас особенно волнует, это не только нас, а всю Российскую Федерацию. Все-таки Россия начиналась с села, и все начиналось с села, и культура, так что вот много встреч, много приемов, люди звонят, еще только уехал, уже звонят, когда можно записаться на прием. Желаю вам продуктивной рабочей недели, спасибо, что уделили нам время, будем рады видеть вас снова. Вам спасибо, приглашайте, насколько возможно, буду докладывать то, как работаем, что получается, что не получается. Хорошо, обязательно. Вы смотрели программу, актуальное интервью, всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова